Их богатство десятки тысяч советских кинолент. В фонде не только известные всем картины, но и редкие видеокадры. Сохранить все это до наших дней удалось благодаря работникам Чувашкино. Студия отметила свой 85-летний юбилей. Первый фильм здесь сняли в 1926 году. Волжские бунтари довольно долгое время удивляли чувашских зрителей, а потом отправились и во всесоюзный прокат. Для основателя национальной кинокомпании это был поистине звездный час. Правда, он продолжился недолго. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Вот они, уникальные кадры первых чувашских фильмов. Их режиссер Иоаким Максимов-Кошкинский начинал все с нуля. Зарождение национального кинематографа для тех лет стало настоящим вызовом. Но взяться за это дело было просто необходимо. Интервью, которое видели немногие, о том, как создавалось чувашское кино. Начинать и продвигать что-то новое Максимову-Кошкинскому было не привыкать. Первый чувашский актер, руководитель профессионального театра. Только он мог подарить жителям республики что-то необычное и неслыханное. В этой киноиндустрии ему не было равных. И всегда по тернистому пути режиссера сопровождала супруга Татьяна Йон. Она исполнила главные роли во всех его картинах. Но многие фильмы зрители не увидят уже никогда. В начале 30-х годов режиссеры репрессировали, а его ленты уничтожили. Профессиональное кино в чувашии снимать перестали. Сейчас в фондах сохранены уникальные материалы. Казанская кинохроника, советская классика. Некоторые фильмы даже удалось перевести на чувашский язык. Архив пополняется любительскими видеокадрами. Их собирают у обычных людей. Они тоже истории. Они нам частные архивы сдают именно наш государственный архив. Это тоже является одним положительным примером. Чтобы наш государственный архив, кинофонд, он действительно должен развиваться, пополняться в фильмофонд. Лучшие российские фильмы должны быть, как говорится, в нашем архиве. И в конце концов, этот фонд должен служить народу чувашскому. В архиве подобных кинокомпаний фильмы отборные, которые без скромности можно назвать достоянием народа. Их показывают молодежи, организуют киносеансы даже на селе. Несколько раз в год Чувашкино проводит встречи с известными актерами и режиссерами. Особенно часто в республику приезжает автор проекта «Тайны дворцовых переворотов» Спеклана Дружинина. В этот раз она презентовала свой новый фильм «Охота на принцессу». Восемнадцатый век, который многие называют женским. На престол приходят императрицы, которые не готовы к власти. Анна Иоанновна зачитывает своим подданным уникальный манифест. Наследником станет еще не существующий ребенок. На принцессу устраивают настоящую охоту. Ведь на кону все российское государство. Исполнительница главной роли в кино дебютант. Признается, что постичь съемочный процесс было непросто. Помогали старшие коллеги. У нас были съемки, когда съемочная смена начиналась в восемь утра и заканчивалась в пять утра следующего дня. То есть для съемок я специально обучилась верховой езде, фехтованию, очень многое. Ты должна быть сыта, тебе должно быть тепло, чтобы ты не заболела, ты должна высыпаться, чтобы ты хорошо работала. Подсказывали какие-то профессиональные моменты, которых, безусловно, не хватало. Потому что, когда в первый раз оказываешься на съемочной площадке и столько всего тебя сразу требуют, там какие-то меточки по ним надо ходить. Здесь твое освещение, здесь освещение твоего партнера. А свет, звук еще играть надо. Да вы что, это все я? Все от меня хотите? Фильм получился качественным, дает сама себе оценку режиссер Светлана Дружинина. Многие критики называют его подлинным историческим документом. Правда и без авторских штрихов здесь не обошлось. Вторые, третьи персонажи, которые, может быть, отсутствовали или присутствовали под другим именем, чтобы не дробить кино, я их объединяю вместе. Вот здесь есть такая роль Регины в исполнении Анечки Тереховой, мой любимый актрисы. В ней соединены три персонажа. Но это ни в коем случае, это не первая, не главная роль. А все, что касается главных ролей, вот Анны Леопольдовны, Ленар, Анны Иоанновны, это я стараюсь сделать сознательно, потому что я не хочу выглядеть некрасиво перед зрителями. Самое главное, чтобы меня историки не ругали. Снимать эту картину, признается Дружинина, приходилось на чистом энтузиазме. Финансирование небольшое. Пробить такую ленту на экраны кинотеатров еще сложнее. Ставку прокачки делают в основном на зарубежные фильмы. На большие экраны охота на принцессу попадает только благодаря региональным киностудиям. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.